В эфире новости на 9 канале в студии Анна Семенова. Здравствуйте! В регионе скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19. Две оскольчанки 1936 и 1946 годов рождения и 63-летняя жительница Губкинского городского округа. Лечение они проходили в больнице Луки Крымского. По данным Депздрава, за минувшие сутки в области зарегистрировано 103 новых случаев инфицирования. Больше всего положительных тестов в Старомосколе – сразу 37. В стационарах Белгородчины с коронавирусом борются 1049 пациентов. 17 из них находятся в реанимации. Еще 2126 человек проходят амбулаторное лечение. Полный курс вакцинации завершили почти 353 тысячи жителей области. Первый укол сделали 520,5 тысяч. Из них 72 618 – старооскольцы. Около 200 миллионов рублей дополнительно направят в Старооскол для ремонта дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Такой бонус округ получил благодаря оперативному выполнению плана на текущий год. Это означает, что в ближайшее время в округе начнется обновление улиц, запланированных только на 2022 год. Качество проделанной работы сегодня лично оценил глава Старооскольской администрации Александр Сергеенко. «Нарекания по качеству, чтобы где-то у нас образовалась ямочка. Ну, это вообще таких нет. Билдерстрой, если будут выявлены какие-то нарушения в технологии, и появилась ямочность там или какие-то другие дефекты, значит, он-то будет справлять за свой счет. Я скажу, в принципе, мы-то сейчас применяем немножко другую технологию. Последний вот финишный слой – это щема, щебенистомастичный асфальтобетон. Он дороже, вот, и он износостойче. И, в принципе, его эксплуатационные характеристики намного выше, чем там тип-1 асфальтобетон. Для ИП работающих в селах Белгородской области планируют налоговые послабления. Законопроект по снижению финансовой нагрузки для организаций, торгующих в сельской местности, уже разработанный, проходит согласование. В облдоме пояснили, что под его действия в случае одобрения попадут те, кто ведет бизнес в населенных пунктах до тысячи жителей и применяет специальные налоговые режимы. Таких предпринимателей предлагают освободить от налога на имущество, установить нулевую ставку, для которой налоговая база исчисляется, исходя из кадастровой стоимости. Более 500 детей и подростков в Белгородской области, страдающих сахарным диабетом, не могут бесплатно и вовремя получить систему суточного мониторирования гликемии. На невозможность добиться от Депздрава своевременного обеспечения в прокуратуру пожаловались родители. Прокурорская проверка показала, что необходимые медизделия, включенные в госпрограмму оказания медицинской помощи, детям предоставляют только при оформлении в стационар. Прокуратура внесла представление в региональное правительство об устранении нарушений. 20 пар поженились сегодня в Старом Осколе в День любви, семьи и верности. Для буднего дня цифра большая. Обычно столько регистрируют по субботам. Сегодняшние молодожены надеются, если сыграть свадьбу 8 июля, святые Петр и Февронья будут покровительствовать всю жизнь. В будние дни, не считая пятницы, оскольчания редко расписываются. Но 8 июля желающих связать себя узами брака оказалось непривычно много. В День любви, семьи и верности узаконить отношения решили два десятка пар. В этот зал вы зашли женихом и невестой, а выйдите законными мужем и женой. И пусть этот день навсегда запомнится вам, как торжество вашей любви. Поздравьте друг друга первым. И теперь уже супружеским поцелуем. Молодоженов ждал сюрприз. Со свадьбой новобрачных поздравляли покровители семьи Петр и Февронья. Не обошлось без подарков и для коллектива ЗАГСа. Начальник управления Светлана Резниченко получила благодарственное письмо за подписью главы региона. Спасибо вам всем за прекрасную работу, за реализацию программы «Семья». Вы молодцы! Лето для свадеб – топовое время. До ноября новобрачных всегда много. В этом году уже зарегистрирован 751 брак, а в прошлом году подвела пандемия. За такой же период – 530. А вот свадебная мода не подвластна ни времени, ни эпидемиям. Хотя некоторые невесты и приходят в брюках или джинсах, большинство все же отдают предпочтение классическим нарядам. Но традиционные, конечно, традиционные платья белые остаются у невест. А фата? И фата. И фата, да, до сих пор. И с фатой. Ну, может быть, она немного видоизменена, скажем так, да, это не такие, как были раньше, но все равно обязательно, да, у девушек и фата. Лариса Ульяненко, Алексей Грачев, Александр Балакин, 9 канал. Счастье в семье. От чего оно зависит? Может ли быт разрушить отношения? Кто в доме главный? Стоит ли испытывать чувство на прочность? Сегодня, в День любви, семьи и верности, мы пообщались на улицах города с теми, кто прожил со своей половинкой много лет и теми, кто только сегодня стал мужем и женой. Бирюзовая семья Ермаковых держится на трех китах – любви, понимании и заботе. Маргарита и Вячеслав считают, измена может разрушить любую, даже крепкую семью. А вот дети – то, что ее укрепляет. Мы уже 11 лет вместе живем. У вас счастливая семья? Да, конечно. Да, 11 лет назад мы в этом же ЗАГСе расписывались. Дети, да, крепкие цементы для семьи, связующие с веном, которые помогают переживать трудности. Конечно, подаем пример, чтобы в дальнейшем девочки помогали, повторяли. Уважают друг друга, помогают друг другу, заботятся друг о друге. Это все вместе делать, постараться по максимуму. Прежде чем решиться прийти в ЗАГС, 28-летний Индира и 29-летний Владислав встречались 12 лет. На первом месте была учеба, потом работа. Встав на ноги, решили – свадьбе быть. У нас сегодня годовщина наших отношений. То есть мы шли к этому шагу осознанно. Мы считаем, что это время не потерянное. На чем они держались? На доверие, на верность, на любви. На любви друг другу, на терпение. На искренних чувствах. Мы думаем, что измена не должна быть, так как отношения и семья строятся на доверии, на верности друг другу. То есть измены быть не должны. Все осознанные браки сейчас где-то около 30-35 годов. Мы не первые. Вчера у нас друзья выходили замуж, женились. Тоже наши ровесники, да. Владимир и Венера бригадины тоже не спешили оформлять отношения. Вот и получается. 10 лет совместной жизни до брака и столько же после. Любовь – это само собой, потому что, когда ты живешь для человека, хочешь отдавать ему все, видишь, что для тебя человек старается, ты хочешь отдать ему тем же, а может быть даже и больше того. И все получается, все хорошо. И вот мы уже 10 лет, слава Богу. А эгоизм – это, конечно, конечно, это самое страшное в семье. Это как бы ржавчина своего рода. Супруги свои прощают все слабости. Я его люблю за крепкое плечо, за то, что он подарил мне яркую, счастливую, такую веселую жизнь. А вот Борис и Наталья Янашкины не стали испытывать чувство на прочность. Обручальными кольцами решили обменяться после двух лет встречи в День любви, семьи и верности. Взаимопонимание в отношениях, наверное, самое главное. Забота и уважение. Предательство, да. Предательство, губить все отношения. Недопонимание, легкие разногласия, которые прирастают большие. Быть, ну, именно быт, он, да, он притупляет, он разрушает. Пока, ну, каких-то категоричных действий нет, это сложно разрушить. Просто нужно находить что-то общее и как-то сглаживать все углы, и тогда быт тоже ничего не разрушит. А у вас много общего быта? Не особо. В смысле не особо? Нет, у нас не особо много общего. Ну, просто не особо. Ну, в плане характера мы абсолютно разные, в плане развлечений тоже. За счет этого все и получается, что я могу смягчить где-то, а ты наоборот. Компенсируем, друг друга. Да, компенсируем. Лариса Ульяненко, Алексей Играчев, 9 канал. День семьи на площади у Центра культурного развития «Горняк» отметили конкурсом рисунков на асфальте. Участие принимали не только дети, но и взрослые прохожие. Чаще всего изображали ромашку – символ праздника. Я нарисовала радугу, потому что она символизирует, мне кажется, там счастье, тепло и, не знаю, любовь, наверное. Такая разноцветная, красивая. Я нарисовала ромашку, это мой любимый цветок, и это символ любви, верности и семьи. Я нарисовала солнце, потому что от солнца идет тепло и мир на земле. В агропромышленном холдинге «Промагра», входящем в состав «Сибагра», сегодня трудятся более 40 семей. Одни познакомились с компанией, другие предложили второй половинке влиться в дружный коллектив. К одной из супружеских пар в день семьи, любви и верности заглянула наша съемочная группа. Денис и Алина Селезневы вместе 4,5 года. Ему 29, работает главным энергетиком мясоперерабатывающего завода холдинга «Промагра», входящего в состав «Сибагра». Ей 28, в декрет ушла из этой же компании. Отношения у Селезневых развивались быстро. Через две недели после знакомства поехали вместе отдыхать. Затем встречи с родителями. Через полтора месяца стали жить вместе и вскоре подали заявление в ЗАГС. В этом марте у ребят родилась дочь Алиса. И ни разу они не пожалели о быстрых решениях. И с каждым днем любят друг друга все больше. За отношения ко мне, наверное, за доброту ко мне. Ну и, конечно, то, что самый главный очаг в доме он создает. Ну, это для меня самые главные три качества. Да, вообще классно. Ну, я то же самое, в принципе, сказал. Вот он изначально себя поставил как бы вот со стороны заботы, нежности. Но в основном, как бы, ну, что женщине, грубо говоря, да, нужно. Какая-то опора, защита вот с его стороны была. Родители, что у Дениса, что у Алины, развелись рано. Поэтому оба с детства мечтали создать пусть не идеальную, но крепкую и счастливую семью. Договорились на берегу, что да, то есть либо да-да, а нет-нет. Взаимопонимание самое главное. Ну, то есть уметь прощать ошибки чьи-то. Ну, и не скрывать друг друга правду. Я считаю так. Ну, когда ты это делаешь, тебе легко, ну, в семье, и то есть человек, и то же самое к тебе такое же отношение проявляет. Ну, и, соответственно, из этого и образуется, наверное, ну, любовь. Уважение. Уважение на первом месте. Мария Шельпова, Александр Гончаров, Александр Балакин, 9 канал. В селе Котово Староскольского городского округа открыли новую спортивную площадку от фонда «Поколение» депутата Госдома Андрея Скотча. Более 10 тренажеров и спортивных снарядов установили возле местной школы. Комплекс под открытым небом поможет не только накачать пресс, но и восстановиться после болезни. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Котово в 20 минутах езды от Старого Оскола. Чистый воздух и близость к городу делают село привлекательным для молодых семей. Здесь строятся, рожают детей. Подарком года для местных мальчишек и девчонок стала спортплощадка от фонда «Поколение». Его основатель, депутат Госдумы Андрей Скотч, сам многодетный папа. И о том, что нужны и полезны ребятни, знает отлично. Фонд «Поколение», конечно, большое внимание уделяет и детству, и развитию спортивных технологий. Программа спорта, вот сегодняшняя программа, которая реализуется сегодня в Белгородской области, она достаточно обширна. И вот сегодня мы будем открывать 49-ю площадку. Три площадки сегодня откроются в Староскольском городском округе. Мы не случайно сегодня сделали акцент на сельские территории, на именно глубинные территории, где проживает достаточно большое количество жителей, детей, для того, чтобы дети могли развиваться и не чувствовать себя удаленными от центра Старого Оскола. Котовские ребята подарок опробовали еще до церемонии открытия. Одни стали фанатами тренажеров, другие облюбовали турники. Мне понравился симулятор турника. Идет нагрузка на мышцы и на пресс. Я люблю спорт, особенно силовые упражнения. Дома мне папа с мамой сделали турник. Потом еще дедушка шину привез, я ее таскал, переворачивал молотком, бил. В селе больше нет площадок, только вот это. Уважаемые строители, большое спасибо вам. Мама Ивана в детстве сама занималась спортом, хотела стать физруком. Поэтому понимает, насколько важна спортплощадка. Дети очень рады, родители еще больше рады. За многолетие существования этой школы, это у нас впервые такое строение появилось. Надеюсь, что мы будем выигрывать во многих Олимпиадах, так как будем подтянуты, стройны и спортивно настроены. Антона Базарова на спортплощадку привели проблемы со здоровьем. Второклассник перенес пересадку костного мозга, и теперь ему нужно восстанавливаться. Я начинающий нейропсихолог и мама особенного ребенка. И для нас очень приятно, что в нашем селе теперь появились такой спортивный комплекс, детская площадка. Деткам это очень нужно. Очень много тренажеров, которые развивают вестибулярный аппарат. А вестибулярный аппарат – это основа для успешного обучения ребенка в школе. Дети, которые имеют трудности в обучении, все эти трудности связаны с тем, что физическая активность у них недостаточная. Благодарю всех, кто построил эту детскую площадку. Лариса Ульяненко, Алексей Грачев, Александр Балакин, 9 канал. Феерия красок или падающая конфетти. В Староскорском доме художника открылась выставка картин Дарьи Ближенской. За рубежом имя о скольчанке известно больше, чем в России. Ее работы хранятся в частных галереях коллекционеров Англии, Италии, Чехии, Франции, Японии, Китая, Арабских Эмиратов. Становление мастера кисти прошло в Канаде. Выставка «Спасибо, Шани» – первая персональная экспозиция художницы на родной земле. Узнать работы Дарьи Ближенской несложно. У нее яркий собственный почерк. Крупные мазки, словно конфетти, рассыпанные по полотнам. Радужные и экспрессивные, они приковывают взгляд. Выставка-ретроспектива. Здесь представлены работы, написанные за последние 7 лет. С тех пор, как Дарья вернулась на родину в Россию. Много лет она работала в Канаде и Эмиратах. Разглядывая картины, можно отследить, как менялся характер художника, ее увлечения. Главное полотно в экспозиции – автопортрет «Спасибо, Шани». У каждого человека есть период, который называется «Садди-Садди», за который отвечает Сатурн. Сатурн, он как наказывает, так и поощряет человека. И в моей жизни как раз закончился период «Садди-Садди». Я написала благодарность Сатурну, которого в детстве звали Шаню. Дарья с самого детства хотела быть художником, по ее собственному выражению, картины которого вешают на стены. Сегодня ее работы известны далеко за пределами родной страны. Это в духе Ближенской – выходить за рамки. Кстати, работы в основном представлены без них. У них есть естественное продолжение по бокам. Если присмотреться, то у каждой картины есть продолжение сюжета на боках. С моей позиции я хотела убрать помпезность, не дать человеку возможность уже без границ смотреть на работу. На открытии первой персональной выставки Дарьи Ближенской в Старомосколе пришли друзья и коллеги-художницы. Все отметили детальный подход к оформлению экспозиции. Повсюду были расставлены свечи и вазы с травами и цветами. В работах Дарьи Ближенской кто-то угадывает ранних импрессионистов, кто-то – по антилизм. Но в любом случае, этот карнавал красок никого не оставит равнодушным. Выставка в Старооскольском доме художника будет работать до 30 августа. Анастасия Иконникова, Алексей Грачев, Александр Балакин, 9 канал. 45 километров по природному рельефу преодолели старооскольские бегуны Юлия и Сергей Рыженковы. Трейл-марафон проходил в Калужской области. Спортсмены завоевали первое и третье места. Набор высоты, то есть сумма всех подъемов на трассе в арт-парке Никола-Ленивец в общей сложности 440 метров. Но сам рельеф более походил на ровный беговой, чем на трейл, говорит Юлия Рыженкова. 45 километров дистанции она преодолела за 3 часа 39 минут. Первое место среди женщин и пятое в общем зачете. Отрыв от ближайшей соперницы был около получаса. Было очень жарко. Наверное, самая жаркая дистанция, с которой я бегала, 25 километров. В принципе, довольно-таки комфортно было, так как мы стартовали в 6.30 утра. Последние километры уже, конечно, приходилось терпеть. Даже пару раз я умывалась в болоте, который я пробегала, потому что я понимала, что если я сейчас не умоюсь, чуть не охлажу себя, то это будет обязательно солнечный удар. Супруг Юлии Сергей Рыженков в 45 километров пробежал за 3 часа 33 минуты, став третьим. От первого места его отделяли 17 минут. Сложности помимо жары добавляли назойливые паразиты. Жарко было. И там, где были открыты места, поля, то там такие оводы были. Гонялись за нами. Даже на бегу приходилось от них отмахиваться. Не знаю, как они так умудряются. Бежишь практически по 4 минуты. Скорость такая довольно-таки высокая. И они успевают садиться и тебя кусать. Вот у меня сейчас спина была в точках. Сейчас спортсмены восстанавливаются и не прекращают тренировочный процесс. Через полторы недели у них серьезные старты в Суздале на дистанции 100 километров. Анастасия Иконникова, Александр Гончаров, Александр Балакин. 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я, Анна Семенова, прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на 9 канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Поднадым гидрометцентра. В пятницу 9 июля в Старом Осколе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем около 32 градуса выше нуля. Ветер северный 3-4 метра в секунду. Ночью плюс 19, плюс 20. Атмосферное давление немного выше нормы. 749-753 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин.